Метро-экспо, день 2. Мы говорили и о онлайн-бизнесе, и об оффлайн-возможностях, но Наталья Якуньна, представитель компании ВКонтакте, сможет рассказать о том, как вы можете продвигать свой бизнес. Ну, Наталья, в первую очередь, позвольте вас поприветствовать. Здравствуйте. Шикарно выглядит. Благодарю, вы тоже. И настроение у вас тоже сегодня очень хорошее. Такая выставка, почему бы ему быть плохим? Действительно, давайте мы сразу с вами немножко про бизнес хотим поговорить. Дело в том, что, в принципе, весь базовый набор, скажем так, функций ВКонтакте мне знаком. То есть мы можем, я как бизнесмен, например, могу отправлять сообщения, я могу устраивать какие-то опросы, но я не очень, скажем так, хорошо знаком со всеми продвинутыми возможностями. Вот что ВКонтакте может сделать для ритейла, чтобы бизнес был более успешным? Ну, давайте начнем с того, что мы говорим не только про рекламу, да, мы говорим еще про сообщество, которое можно сделать внутри ВКонтакте, который продвигает свой бренд, свои идеи, миссию. То есть это тоже, да, все примерно знают. Все знают, что сейчас в рекламе можно поставить точки на места рядом со своими магазинами и привлекать людей, которые находятся недалеко. Но мы же пошли дальше, мы бы не были ВКонтакте, если бы мы не делали каких-то специальных предложений для ритейла. У нас есть новая фишка, я ее очень люблю, это чикбэк. То есть человек будет делать, например, в каком-то приложении ВКонтакте, который придумал какой-то бренд, делать какую-то активность и генерировать себе код. С этим кодом он распечатывает код на продукт. Например, у нас тогда была история с кодексом, он распечатывает скидочку, и с этой скидкой может платить только в специальный магазин. То есть это будет не все магазины, а определенные. То есть, например, магазины определенной сетки. То есть это, во-первых, такая возможность как раз контактировать бренду с непосредственным потребителем, так это еще и такая система формирования лояльности. Выбирая между несколькими магазинами, которые могут находиться, скажем так, door-to-door, клиент выбирает нужную дверь. Мало того, что клиент выбирает нужную дверь, он приходит туда, он берет товар, а иногда товар еще и дополнительно, потому что по скидке почему бы не взять вопрок, особенно вещи, которые тебе нужны, да, там day by day. Они берут эти вещи и параллельно вспоминают, как вы знаете, когда заходит в магазин без корзинки, мне же только хлеба купить, и потом выходишь со всем. Также работает и с промокодом, то есть человек заходит с промокодом купить товар по промо, а в итоге выходит с корзиной и еще и товар. Самое классное тут, то есть, ну, это все мы понимаем, как работает, когда ты получаешь скидку, приходишь, покупаешь. Это связь онлайна с оффлайном, а этого, в принципе, всем нам не хватало. То есть это такой гибридный бизнес, который работает как раз на поддержание, на поддержание, на взаимодействие в тот момент, когда клиент, например, не находится в магазине. Да, вы всегда можете онлайн посчитать легко, оффлайн посчитать намного сложнее. Чем больше вы можете посчитать в оффлайне ваш онлайн, и мне кажется, это просто вот тот, не знаю, ту точку, которую все искали, пытались нащупать. Мы ее реализовали, мы безумно горды, рады, и для ритейла, но я не знаю, что может быть лучше. Сколько времени занимает вот придумывание и создание какой-то такой уникальной идеи? Я так предполагаю, что все простое, на самом деле, очень сложное. И это же наверняка, ну, вы должны обладать большими ресурсами, и штатом команды, которая оценивает возможности и потребности рынка, и придумывает вот какие-то такие уникальные совершенно истории для каждого клиента. Мы начинали с того, что мы обучали нейросеть определять. Если помните, несколько лет назад на Новый год была классная акция Coca-Cola, когда ты фотографировался с баночкой Coca-Cola, ты размещал это в чат-бот Coca-Cola ВКонтакте, и тебе потом приходили определенные баллы, ты мог получить определенные подарки от колы. Вот так вот нейросеть учится распознавать, у нас начали появляться все более и более новые возможности. Нету такого, что, например, мы задались какой-то целью, именно делаем вот этот продукт, мы разрабатываем, да, развиваем наш сервис вообще, in general, вот, а в итоге получаются классные продукты для ритейлов, в частности, для брендов крупных, для того, чтобы не просто рассказывать, мы бренд такой-то, у нас есть вот такой-то продукт, для того, чтобы это сделать максимально нативно, для того, чтобы пользователи через вот это взаимодействие с ВКонтакте, с площадкой, которую они любят, на которой они проводят больше времени, чем на любой другой площадке в России, просто связали в единое целое, получили максимум для себя счастья и, наверное... Новых возможностей. Нет, я бы сказала не про новые возможности, я бы хотела сказать про профит, который они получают. Вот это вот, наверное, все мы хотим получить что-то чуть-чуть дешевле, чем оно обычно стоит. Слушайте, вот у нас есть уникальная возможность обратиться сейчас к нашим зрителям и, может быть, предложить им как раз присоединиться к вашему новому продукту. Давайте сделаем это. Я бы предложила присоединиться в первую очередь к сообществу BK.com.biz. Для того, чтобы знать, что у нас происходит на площадке, какие классные новые фишки мы придумываем, какие кейсы, посмотреть на кейсы ваших конкурентов либо ваших сопутствующих вам бизнесов. Пожалуйста, подписывайтесь, читайте. Мы всегда рады, приходите к нам. Мы любим наши клиенты. Это, надеюсь, взаимно. Клиенты тоже любят вас, учитывая то, какое количество сейчас клиентов присутствует на базе вашей онлайн-платформы. Это действительно круто. Я желаю вам успешного бизнеса и надеюсь, что после этого видео хотя бы один, но хороший клиент к вам обязательно придет. Спасибо большое. Была рада пообщаться. Взаимно.